Всем привет! Темой сегодняшнего нашего урока будет рисование ботаники. И я для вас выбрала вот такой вот референс. Это Этлингера высокая, если я правильно это произношу. Данный рисунок будет выполнен в рамках марафона. И поскольку в марафоне 4 работы, у меня есть небольшая серия. Вот протея первый вариант, первый цветок. Дальше вот такой цветок, название которого я не помню. Поэтому Этлингеру мы будем рисовать в похожем стиле. Бутон, зеленый стебель, листочков почти не будет, потому что на референсе их почти нет. Но мы разберем с вами, как построить вот такое большое множество маленьких-маленьких лепесточков. Как сделать это довольно быстрым способом. Я использую скетчбук Black Bunny. Это формат приближенный к А5. Я не уверена, сколько это прям А5, потому что мне кажется, он чуть шире. Но в любом случае вы можете взять А5, какой-нибудь А4, Б5, Б6. Побольше, поменьше. Это на ваш взгляд. Я еще хочу сказать всем, кто рисует по моим урокам, что вы можете использовать вот такой вот хэштег. Софриком К, если вы выкладываете рисунки, отмечайте меня, и я буду репостить свои сторис. Опять же, по хэштегу вы найдете какие-то пошаговые уроки, видео уроки, видео уроки в Reels. Все информация, которую я даю, есть в этом хэштеге. И давайте начнем. Я прикреплю вот этот референс в пост, где будет финальный рисунок. Там вы всегда сможете его найти. Также где-нибудь в сторис я обязательно его размещу. Перед тем, как начинать работу, обязательно увидите, что вы уже подложили подложку, если у вас односторонняя маркерная бумага, как у меня. И начинаю я с карандашного эскиза. Когда у нас такое большое количество деталей, плюс ботаника, а это значит, форма может отличаться. То есть не обязательно прям один в один повторять каждый изгиб. Я использую цветные карандаши. Цветные карандаши могут быть абсолютно любыми. Главное, чтобы не пастельным. То есть они должны крошиться. Они должны быть мягкими и не оставлять след. Вот такие карандаши можно не стирать. Простой карандаш всегда нужно вытирать клястью, чтобы он не забил наконечник вашего маркера. Такие карандаши можно не стирать. Они не портят ваш маркер. И очень удобно вот в таких работах, где не нужно сложные построения делать, не нужно рисовать эллипсы или что-то подобное. Я сегодня буду использовать карандаши Fiber Castle Polychromos. Я просто беру какой-то красный, можно взять розовый, чтобы наметить все эти лепесточки. Примерно я представляю, где у меня будет находиться цветок. И начинаю с центра, в этой точке, откуда уже идут все лепесточки, потому что они все распускаются по кругу. Примерно. Я никогда не высчитываю лепестки. Рисую на глаз, если у меня где-то что-то не влезет, я просто опущу. А если будет много пустого места, я просто добавлю лепесток. Примерно очерчиваю середину. Я смотрю на reference и при этом рисую в скетчбуке. То есть я переношу лепестки, но больше обращаю внимание на то, что происходит на reference. Если, например, вы понимаете, что запутались, уже не понимаете, где вы рисуете, найдите лепесток, в котором вы уверены. Например, у меня вот этот лепесток, это вот этот лепесток на reference. Найдите его и начните от него отрисовывать лепесточки, где-то заполняя пространство выдуманными, где-то добавляя лепестки с reference, с оригинала. Также нужно сразу решить, будем ли мы рисовать в край листа. Здесь у нас есть небольшое расстояние. Примерно так я его и оставлю, может быть чуть меньше, чуть больше. С левой стороны я выйду за границу листа. И снизу я, скорее всего, прорисую стебель, какой-нибудь хоть небольшой. И, возможно, опять же, выйду вот здесь вот этим кусочком за границу. Важно помнить в таких работах, что не нужно выходить за границы листа, например, только одним лепестком, только вот этим, а все остальное оставлять в рамках листа. Будет смотреться так, будто вы просто не смогли этот лепесточек нарисовать, и вот он у вас как-то странно обрезался. То есть либо вы сильно выходите за границу и в нескольких местах, либо вы все держите в центре. Это так же, как не стоит обрезать, например, если вот этот лепесток у вас не помещается, обрезайте его сразу наполовину. Не нужно обрезать где-нибудь маленькую-маленькую часть, потому что будет сразу ощущение, что он просто не влез. Важно. 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 Продолжение следует... Здесь я решила не влезать этим лепесточком за границей. Здесь, видите, я его уменьшаю, чтобы он тоже оставался в рамках листа. И каким-то зеленым намечаю стебель. Стебля нет на фотографии. Но единственное, что вам нужно понимать, что вот ваш центр. Куда-то здесь он уходит. И вот с этой точки начинается ваш стебель. Примерно я его провожу. Так вы гарантируете, что ваш стебель не увидит куда-то вправо-влево и будет в неестественном месте находиться. И теперь время цвета. Я подобрала довольно большую палитру цветов. На самом деле я просто вытащила все какие-то розоватые, синеватые, красные, которые, мне кажется, могут подойти. Но, безусловно, не все это я использую. Опять же, палитру итоговых цветов я прикреплю в том же посте с референсом и готовым рисунком. По какому принципу я выбираю цвета? Когда мы рисуем ботанику, очень хорошо подходит разнообразие оттенков. Например, вы берете какой-то красный, но берете сразу несколько цветов. Вы берете холодный, теплый, где-то у вас оттенок потеплее, где-то похолоднее. Здесь мы будем вмешивать много лиловых, потому что есть довольно холодный свет на фотографии. Поэтому цветок местами кажется сиреневым. Но при этом здесь есть такие желтые лепесточки, желтая окантовка лепесточков, что хорошо подчеркивает как раз этот же лиловый, потому что на стыке теплого и холодного всегда оба цвета выигрывают. Поэтому, что мы делаем? Для начала мы выбираем какую-то более-менее базовую гамму, и потом мы будем уже более разнообразно ее использовать. У нас основной здесь цвет все-таки такой красно-розовый, поэтому мы используем в основном в этом цвете многообразие оттенков. То есть если желтый, я сделаю буквально вот эти вставки двумя цветами, более светлым, более темным, то в красно-розовый стоит вмешивать больше цветов. И поэтому я начинаю со светлого, вот такого оттенка. Это копик RV11. Такой красивый, холодный розовый. Можно, давайте я вам покажу сразу, что еще можно использовать, и где-то местами мы, возможно, и задействуем эти оттенки. То есть все должно быть сейчас такое светлое. Мы будем прокладывать первый слой, разделять по оттенкам. Вот такой цвет я тоже где-нибудь использую. Это RV32. Плюс можно использовать более теплые оттенки. Это RV42. Но я пока не знаю, не уверена. Из светлых это может быть RV20. Но видите, он похож на то, что мы уже использовали, поэтому не факт тоже, что опять же я его задействую. И есть еще вариант RV21. По сути, они все идеально подойдут. Можете использовать любой, какой у вас есть. Я их вам все выкрасила для того, чтобы поняли, что не так важно, какой потом будет у оттенка. Сейчас это действительно не имеет никакого значения. Я возьму RV11. Первый оттенок, который я вам показывала. И я наношу его. На самом деле, если не везде, то практически везде. Я не использую его в откровенно более темных местах. То есть, на самом деле, вот эта сердцевинка. Можно все закрасить. Сразу скажу, особенно если вы не уверены, что и где. Можно прям взять лепесток какой-нибудь вот и закрасить его почти полностью, оставляя небольшой белый краешек. Я не вижу для себя в этом необходимости, в такой полной заливке. Просто потому что потом вы все равно там будете перекрывать более темным оттенком. Это просто трата маркера. Я прокладываю первые слои, где у нас вроде белый, но не белый. То есть, например, вот участок. Окантовка, она белая, но она не может быть белая везде. Где-то она будет темнее, где-то светлее. То есть, у нее также есть теневая сторона, более светлая часть. И вот этим розовым я как раз и создаю ее объем, оставляя, по сути, белым вот эту верхнюю точку высшую, куда падает свет. Плюс я постепенно залажу сердцевинку. Поскольку я отошла от референса на каком-то ретайпе, то есть у меня здесь лепестки, это не полная копия того, что есть на фотографии. Довольно сложно понять, где какая линия, поэтому важно просто уловить посыл этих линий, то есть как они выстраиваются, чтобы вы могли в своей работе, уже независимо от того, располагается у вас так, же лепесточек или немножко по-другому выполнять его работу с цветом, с этим лепестком. Вот эти все лепесточки, они в тени. Здесь априори не будет особо белого оттенка, поэтому я сразу вместо белого добавляю розовый. Я понимаю, что, особенно если вы только начинаете рисовать, может быть страшно, потому что кажется, что там белый, но когда вы добавите более темные цвета, будет сразу понятно, что эта часть светлее, а это главное, что не требуется, то есть там не белый оттенок. всегда у вас еще будет темнее часть, которая стремится к центру, потому что здесь каждый лепесточек отбрасывает на соседнюю свою тень, и поэтому, например, вот у вас есть эта белая каемка, и всегда снизу она будет затемняться, потому что там тень от углубления цветки. Вот так вот. И также я сразу начинаю прорабатывать вот эти лепесточки. Вообще могу сказать по своему опыту, что когда рисуешь ботанику, очень хорошо, на самом деле это во всех работах, да не только в ботанике, очень хорошо, если вы используемый цвет используете не только в одной области, добавляете хотя бы немножко и в соседние другие. Так работа выглядит всегда более цельной. То есть не просто вы там в серединке, что покопались тем цветом и дальше никуда не пошли. Нет, где-то и здесь поставили штрешок, там сделали объем. Можно менять форму лепесточков сейчас, если вам кажется, что вот форма куда-то уехала. Так, на этом я закончила с этим оттенком. И теперь я введу похожий цвет. Из этих пяти я использую два. Второй вот этот, RV32, который я вам показывала. У него такой немножко более темный оттенок. Он более приглушенный. Ну, скорее я ввожу, я могла ввести любой из этих, на самом деле. Просто два похожих цвета, чтобы немножко разнообразить, чтобы где-то у вас этот светлый был потеплее, где-то посветлее. То есть ввожу его где-то на 50% цветка, если вам нужны более точные цифры. Но 50% это не значит, что мы делим цветок вот так и вводим его только сверху или снизу. Просто скорее в два раза меньше, чем уже существующего оттенка. Причем где-то я их наслаиваю друг на друга, а где-то я оставляю нетронутым предыдущий, где-то прокладываю вот этот светлый без привязки к предыдущему оттенку. То есть у вас должно быть сейчас три цвета после вот этого оттенка. Это нетронутый первый, нетронутый второй и их какое-то смешение. Поскольку это светлые цвета и вы в дальнейшем все равно будете более темными затемнять, можно довольно смело где-то залезать на другие территории, отштриховывать. Причем. 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 Так, мы закончили со светлыми динамиками, теперь можно взять свет потемнее, но при этом все еще довольно светлый, я возьму вот такой оттенок, это R43, можно как вариант R22, он просто более теплый, у меня цветок более холодный, но в целом они как братья-близнецы, если честно, и всегда без разницы, какой из них я беру, они оба хорошо работают, что-то подобное, просто чтобы начать постепенно прокладывать темные тона, и я начинаю некоторые участки затемнять, я все еще не особо залажу на красные оттенки, которые вот эти яркие, но просто где-то отделяю узор один от другого, я могу по краю пройтись, по краю вот каждого лепесточка у вас есть получается вот эта красная часть и белая граница, и здесь не четкая граница, видите, они как будто плавно перетекают, и я могу как раз плавно обозначить контур, чтобы не было такого жесткого перехода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле, это такая медитативная работа, скажу я вам, все эти лепестки. Просто важно поймать вот это направление и получать удовольствие. Не психовать и не думать, как их много. И тогда вы их спокойно дорисуете. Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь пора переходить к более темным цветам. На самом деле, когда вот подобные работы, я люблю на каком-то этапе, вот на этом, начинать с самых темных, то есть подбирать изначально градиент, который я буду использовать. И дальше, начиная с самых темных, я буду постепенно каждым цветом последующим, который будет чуть светлее, растушевывать. Если вы, например, не уверены, как это делать и где наносить, идите в обычной последовательности, когда вы идете дальше чуть-чуть темнее, 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 темнее. Я вам покажу другую последовательность, просто потому что я так обычно делаю. Это очень сильно экономит время на растушевку. Ну, давайте я сам градиент подберу в нормальном, привычном для всех порядке, потому что, когда мы поставим основные вот эти розовые пятна, мы сможем уже вводить дополнительные оттенки, которые сделают цветок более интересным. Следующий оттенок, который я буду вводить, это R35. Такой очень красивый коралловый цвет, как они его называют. Холодный, красно-розоватый. И R27, это классический красный. Дальше, RV29. Вот такой вот он, холодный розовый. Можно использовать R29, это просто более темный красный, но у меня его нет с собой, не могу вам показать для сравнения. И плюс моя беспроигрышная комбинация таких бордовых оттенков. Первый это R56. Приглушенный, такой немножко сероватым, как будто отливом. Очень красивый цвет. Дальше, R39. И RV69. Как раз тот цвет, который я буду вводить. Видите, они все такие красноватые. Дальше мы начнем уже вводить более розоватые, более сиреневые. Но сейчас мы создаем объем с цветами, которые изначально хорошо смешиваются, чтобы не мучиться с растушевками. Я начинаю с темного оттенка. Я вам сразу скажу, что здесь в цветке он будет только вот в этой нижней части. Здесь его не будет, здесь будут более светлые оттенки. Но мы вводим его сюда. Что мы делаем? Мы смотрим, где у нас вообще темный участок. Темный всегда может быть на стыке лепестков. Как раз это углубление, о котором мы говорили. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь я беру следующий из градиента, вот этот, это R39, и начинаю плавно растушевывать, плюс этим оттенком я уже вхожу в верхнюю часть. То есть здесь я увеличиваю вот эту область. На лепесточки опять я захожу, вот этот вообще довольно темный. Продолжение следует... Когда вы не знаете, например, в каком-то участке, где идет тень, вам всегда нужно понять, какой лепесточек над каким. Как вот здесь, да, можно было вот этот вот более длинный сделать над маленьким, и тогда мы красили бы темным по маленькому. Но я решила, что вот этот маленький будет нависать над длинным, и поэтому тень я делала под маленьким, уже прокрашивая длинный участок. Продолжение следует... 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 есть вырисовывается какой-то еще один лепесточек поэтому я его добавляю просто снег эта линия была непонятная и я сделала там из нее еще один лепесток примерно такой лист от меня устраивает вверхе не хочу сильнее идти там светлее мне кажется беру r56 вот этот оттенок я кстати буду использовать довольно мало скорее внизу чтобы подтушевать наш цвет вверх он такой слегка сероватый я его использую наверное снизу и вот в этой части сверху буквально пару пятен чтобы его уравновесить так Продолжение следует... Продолжение следует... И начинаю его вводить особенно на какие-то уже закрашенные темные участки, чтобы сделать эти как раз части более такими красными, как они в оригинале на фотографии. Продолжение следует... 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 так и теперь давайте введем немножко фиолетовых возьму вот такой вот оттенок это 18 такой довольно темный фиолетовый введу его в некоторые здесь участке посмотрим как он вообще здесь совсем чуть-чуть ведь он довольно сильно выделяется поэтому я так его очень аккуратно сейчас мы его чем-нибудь подрастушуем такой прием очень хорошо срабатывает когда у вас например вот мы ввели уже самый темный rv69 вот этот оттенок но видите все равно недостаточно темный и если у вас ограниченная палитра и нет какого-то супер темно-бордового можно всегда взять какой-то соседи например темно-фиолетовый и смешать их и наложение двух темных создаст еще более темный оттенок в маркерах что можете пользоваться этим приемом да мне определенно нравится он выглядит даже его особо не буду сейчас стараться растушевать как знаете когда цвет не подходит и нужно его свести на минимум здесь такого нет возьму еще какой-нибудь свет давайте вот этот это в 06 он такой вроде и фиолетовый но чуть более теплый поэтому он не будет так сильно противоречить добавлю его где-то в лепесточки тоже смотрите по своей работе чтобы не смешивались какую-то грязь иногда такое бывает когда много оттенков рисунке получается какой-то странный эффект опять же могу его где-то вот здесь добавить снизу потому что здесь нас более холодный прям такой участок он будет гармонично ну где-то сверху не забываем конечно же тогда его если вы снизу его использовали то и сверху пару штуршочков не помешает и наверное еще мы используем давайте еще каких-нибудь два вот этот вот это bv-11 мы его используем вот в эти участки где у нас такой холодный отблеск света там потом можно будет выглядеть белым карандашом и получится нужный оттенок где-то здесь можно пести если вы случайно как я сейчас выехали за контур можно взять блендер и слегка этот свет свести на нет меня это пятно совершенно не смущает поэтому я его оставлю если например вы его сводите и вы все еще видите и вам например мне нравится и мешает можно просто взять цвет который вы использовали в таком лепестке и увеличить его и тоже никаких проблем не будет и еще давайте возьмем еще один оттенок такой это у нас в 15 он такой более теплый фиолетовый довольно нейтральный не ярко выраженный какой-то оттенок то есть не вот такой кислотный как этот и и мы его можем тоже ввести в лепесточки где-то подтемнитель потому что опять же наслоение вот таких оттенков но все равно дает затемнение основание можно так где у нас отбрасывает тень вот эти все лепесточки сверху можно вот так вот теперь нужно добавить немножко желтого желтый у нас увидите с некоторых участках его не будет так заметно потому что мы под него не оставили так много места но все равно где-то я его в виду будет давать такой приятный отблеск буду использовать два оттенка здесь не нужно много цветов просто потому что маленькие участки заметно не будет здесь не нужно вводить там 15 желтых просто возьмите какой-то желтый и к нему подберите более темный оттенок чтобы они давали градиент у меня это вай 15 и вай 19 они в принципе даже брендом подразумеваются как цвета для градиента я беру светлый цвет и добавляю его там где он может быть видите я очень мало оставила место для него и например вот здесь там вот лепесточек под него места нет я просто этим светлым желтым у меня односторонняя маркерная бумага я немного отодвигаю все эти чернила красные несколько раз проживу по одному месту видите цвет магическим образом появляется если у вас двусторонняя маркерная бумага к сожалению так уже не сделаешь вам нужно поверх каким-нибудь акриловым тогда маркером или вообще забить на него на это желтый можно его также ввести в какие-то участки где его нет но если у вас его слишком мало чтобы не было буквально один лепесток непонятно откуда взявшийся да можно его ввести и в какие-то соседние цветки беру свет потемнее и по сути им я прокрашиваю у краев то есть оставляя вот этот более светлый желтый в центре так и создаю объем так и давайте сделаем вот эту вот ножку у меня довольно стандартная комбинация зеленых и с ним не нужно много я использую обычно G28 или G29 это такой темно-зеленый к нему в пару я всегда использую VG67 просто это такой мой ходовой оттенок с дальних пор и G24 и этой тройки мне хватит вообще за глаза если бы например у меня были какие-то лепестки вот как в одной из предыдущих работ ну вот здесь понятно да я вводила много таких-то розовых оттенков но даже вот здесь зелени много она занимает где-то наверное процентов 40 работы по соотношению с красным и сюда я вводила и разные оттенки если есть и желтый зеленый и такой изумрудный и какой-то хаки в зависимости от листочков чтобы не было монотонных листьев я вводила разные оттенки здесь один лепесток не так страшно начинаю я опять же с темного у нас нет референса где мы посмотрим как они строятся поэтому просто я понимаю что под листочком будет самое темное потому что падающая тень от листьев то есть там у нас много всего что отбрасывает свою тень плюс я вижу по свету что цвет падает все-таки у нас правого угла это можно понять по некоторым лепесточкам например здесь у нас свет на правых на левых его почти нет поэтому я рисую теневую такую полосу у нас ножка цветка это цилиндр когда мы рисуем цилиндр у нас всегда есть правило рефлекса то есть у вас эта темная часть темная линия она не у самого края у самого края будет чуть светлее и плюс я тоже растушевываю это также важно понимать как и то что когда мы будем делать блик беру более светлый цвет и довожу до конца блик тоже не будет никогда прям с края все равно будет небольшой участок оставаться чтобы этот лепесток заворачивался можно взять снова темный где-то что-то подправить вот я не буду рисовать листья потому что я не люблю рисовать листья и потому что здесь это не требуется мне кажется цветок довольно самодостаточный но теперь говоря о самодостаточном цветке давайте наконец-то сделаем узор для этого нам понадобится белая ручка или белый акриловый маркер у меня есть вот такие маркеры он плоско единственная проблема я не уверена что они еще живы ну в принципе да давайте этот рисмем это наконечник 1М он такой самый комфортный он довольно тонкий я могу вот так каплю вывалить где-то его расписать я иду слева направо потому что я правша чтобы не вытирать рукой либо из того места где я уверена сверху вниз например и я начинаю ставить вот эти линии просто по сути по сути я обвожу эти лепестки чернила я до конца не перемешиваю чтобы они были немножко неравномерные где-то он высохнет светлее и если мне нужно будет я потом пройдусь вторым слоем но так он будет ни однотонный ни монотонный как если бы я их хорошо перемешала и они были бы идеально ровные и белые такой секрет плюс я конечно же могу им легко заходить на желтый и я не могу заходить на желтый я стараюсь работать от одного участка чтобы не пропускать вот эти лепестки чтобы в них не запутаться и не было такого что я просто половину оставила не закрашенный и здесь смотрите обязательно где у вас этот внешний контур потому что на вот этом участке если у вас сверху лепесточки не смотрят вверх и контур будет сверху здесь у вас лепесточки опускаются и поэтому контур будет снизу обязательно учтите этот момент не нужно здесь снизу закрашивать контур сверху проследите где у вас меняется направление ваших лепестков если вам например потом покажется что вы переборщили с этими линиями всегда можно будет поверх покрыть их немножко маркером это тоже не проблема а а Здесь есть вот такой заворот, я показываю. Где-то можно увеличить эти линии, если вам кажется, что нужно их потолще сделать, то пожалуйста. И плюс, вот то, о чем я говорила, видите, не совсем с краю, и пальцем я слегка проношу их, чтобы не было жесткой линии. Плюс здесь я такой вижу ярко выраженный блик, делаю и сразу его пальчиком подстираю. Это еще один из таких способов использовать убедитель, более мягкий вариант. Нам остается поставить дату. Я обычно делаю это линером потоньше, но какой есть под рукой. И теперь у нас нужен такой финальный этап. Нам осталось ввести белый карандаш, но здесь далеко не самое важное. Важно посмотреть на листочек и понять, дотемнели ли вы его там, где нужно. Например, я понимаю, что у меня в некоторых местах недостаточно темно. Я беру R39. Это второй с конца по темноте оттенок. И где-то я его аккуратненько вот так вот притемняю эти лепесточки у основания. Где-то я опять же могу немножко у основания затемнить белую ручку сразу. Если вы никогда раньше не затемняли ручку, возможно, вы не знаете, но когда вы наносите маркер поверх ручки, у вас не пропадает ручка, у вас этот цвет становится новым. То есть у вас вроде и видно эту ручку, но при этом нет такого белого ощущения, такой яркости. То есть она уже гораздо более нейтральная. беру R43. Это вот эти цвета. И прохожусь по вот этим участкам. Плюс где-то могу опять же по ручке пройтись. Видите, такие легкие движения от основания, чтобы как раз затемнить там ручку. Можно вот здесь, чтобы не было таких явных разделений. И теперь белый карандаш у меня это Derwent серия Drawing. Такой он рыжеватый. На моей памяти это лучшее, что я пробовала. Он правда очень мягкий, хорошо перекрывает мой любимчик. Вот если я что-то и люблю у Derwent, то это вот этот карандаш. И я могу где-то подвысветлить некоторые лепесточки. Концентрироваться, но на центре. То есть я особо к краям не доделываю эти лепестки. Потому что нам нужно, чтобы когда мы смотрели на рисунок, у нас взгляд сразу падал на середину, которую мы прорабатываем. Поэтому то, что по краям, снизу, это все не так важно. Можно там где-то неточность оставить, какую-то недоработанную часть. Но важно поработать центр, куда вы хотите, чтобы падал сразу взгляд. И где-то сверху я подштриховываю вот здесь серединку. Я ее немножко высветляю, потому что она слишком яркая, а она все-таки на референсе довольно белая. Вот так. Ну и плюс где-то можно в особо ярких местах. И вот такая Эдлингера у меня получилась. Обязательно делитесь своими результатами, если рисовали со мной. Так я понимаю, что эти уроки вам интересны и буду делать только больше. Отмечайте меня, отмечайте мой хэштег. И я надеюсь, что мы увидимся с вами в ближайших подобных уроках. Вот так вот. Спасибо за внимание. Продолжение следует...